Земля Земля – это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса. И города полные чудес. Но все-таки Земля – это планета людей. Они – главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего 100 долларов на два дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Поставное блюдо. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще чужой. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта Мастеркард. А что тут решать? За нас все решит монетка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, в этот раз у нас будет битва не за безлимитную карточку, а просто за прохладу. Ты посмотри на меня, я только вышел. Да я уже вижу вообще. Красотища какая. Можно вот так, как лимончик. Всем привет, это Орел и Решка земляне. И мы снова прилетели в Пакистан. Да, только в тот раз мы знакомились с пакистанцами в южной части страны, а сейчас прилетели в северную. Как ни странно. Да. Орел. Решка. Готова? Да. Пожалуйста, кондишен. Кондишен. Кто будет кондиционером? Я. Ну куда? Ну ничего страшного. Я больше, чем ты потею. Фоксия тоже в моде, так что удачи тебе. Кто? В моде? Ты по-русски сначала говорить научись, а потом… понятно. Фух, зато я похудею на пару кило. Пакистанцы настолько диковинные земляне, что мы решили провести с ними еще один уикенд в древнем городе Лахор. Нас сложно чем-то удивить, но в гостях у пакистанцев на каждом шагу ловишь челюсть. И каждую секунду глаза лезут на лоб. Ну все, больше ни одного слова. Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь пережить культурный шок. Ушел? Все, хорошо. Ну в общем, я не хотела сказать при Кирилле, а вдруг расстроиться. Просто я, конечно, могу узнать, как живут здесь богачи в Лахори, но с моей безлимитной карточкой хочется лететь в горы и узнать, как живут горные пакистанцы. Так что увидимся там. Я отправлюсь в одно из самых диких и неприветливых мест на планете – горы Каракарум. Чтобы увидеть, как там живут земляне, нужно организовать целую экспедицию. А это может себе позволить только тот, у кого на карте есть минимум три тысячи долларов. Так что удачи нам. Фух, мистер май френд. Я тут подумал, а поеду на такси. Тем более, что стоит оно здесь копейки – пять баксов. Могу себе позволить, еще и с кондиором. Мистер, кондишенер? Эйр кондишенер? Эйр кондишенер? Или нет? В Лахоре сразу видно, что жизнь здешних пакистанцев очень отличается от тех, которых мы видели в прошлом выпуске. Так выглядел самый большой мегаполис Пакистана – Карачи. А вот так выглядит Лахор. Лахор долгое время был резиденцией императоров, которые понастроили здесь всего красивого. Так что для пакистанцев Лахор – культурная столица, что-то вроде нашего Львова. Нормально, комфорт. Have a good day, мистер! Чао! Перед тем, как приехать в Лахор, я полез в интернет почитать об этом городе. И вот на какие статьи наткнулся. Талибы атаковали мечети Лахора. Расстреляли 12 человек в больнице. При взрыве смертника погибло 70 человек. В общем, я уже себя накрутил, что по городу бегают бородатые террористы с пулеметами. И вот я в Лахоре. Все приветливые такие, класс! Такой привет, здорово, здорово! Это мне нравится. Белый турист в Пакистане – редкий зверь. Поэтому с ним здесь фотографируются как с волшебным единорогом. Армия фанатов! У нас считается, что фото с иностранцами приносят счастье. То есть мы для них как звезды? Ну да. Давай, бро, давай! Здесь я более популярен, чем дома, представляете? Пакистанцы обязательно выкладывают такие фото в соцсети, чтобы похвастаться друзьям, что они знакомы с настоящим европейцем. Давай, давай, мистер Мэрхэнд. Еще фотографии? Это слишком любознательные земляне. Это очень красиво! Первый час моей экспедиции – знакомство с местом, где живут горные пакистанцы. Для этого нужно пересесть с самолета на более юркую птичку. Смотрите, мой первый полет на вертолете и еще на военном вертолете. Понимаете? Это вам не шутки. Музыка Я вижу отсюда вершин. Горь! Смотрите, что это на Ньюбель, Анна. Да? Я вообще офигеваю моментами, потому что это жестко. На самолете ты так не сможешь, а на вертолете мы прям… Горы Каракарум – это место, где вместе собрали самые высокие вершины планеты. Здесь больше шестидесятистими тысячников, а четыре пика выше восьми километров над уровнем моря. Такой концентрации горных великанов не встречаешь больше нигде, даже в Гималаях. А вон, видишь, лагерь. Это для альпинистов, которые хотят подняться на самую высокую гору Каракарума – Ка-2. Вот она, Ка-2. Вторая по высоте гора в мире после Эвереста. Альпинисты называют Ка-2 дикой горой, горой-убийцей. Несмотря на то, что Ка-2 ниже Эвереста почти на 240 метров, забраться на нее практически невозможно. Если на Эверест за все время смогли подняться больше десяти тысяч человек, то на Ка-2 всего 377. Из-за переменчивой погоды, постоянных лавин и камнепадов, каждый четвертый альпинист, который хочет взойти на Ка-2, погибает. А теперь смотри налево. Это самый большой ледник Каракарума в Сиачен. Его длина 76 километров. Вау, под нами леднеет, мы летим под ледником. А будто похоже на кокос. Смотри, правда. Если не считать северные и южные полюса, Каракарум – самое заледенелое место на планете. Здесь, куда ни глянь, тянутся длинные горные реки. Это гигантские массы льда, которые сползают с гор. Ледники, лавины, оползни, землетрясения, лютый холод и внезапные ураганы. Без сомнения, горы Каракарум – вражеские настроены к человеку. Трудно представить, но в этих суровых местах живут земляне. Посмотрите, куда ни глянь, среди безжизненной картинки урастает зеленый оазис с садами и огородами. А на крутых скалах стоят древние крепости. В таких местах главный вопрос – как люди здесь оказались? Что их сюда выгнало? Возможно, какие-то войны? Я обязательно должна сама там побывать и все разузнать у горных землян. Класс! Вот это развлечение, как полагается пакистанскому богачу. Вот так будет в каждой стране с премиальной картой Мастеркард, чтобы позволять себе все без ограничений. Ну да, к хорошему быстро привыкаешь, а к удобным оплатам еще быстрее. Если в пакистанских горах можно насмерть замерзнуть, то здесь, в Лахоре, земляне изнывают от липкой и душной адской жары. Пакистанцы живут в таком климате всю жизнь, поэтому научились с ним справляться. Чтобы не сохли продукты, продавцы на рынке постоянно сбрызгивают их водой. Пакистанцы запасаются льдом и бросают его куда только можно. Даже выставили бидон с водой, чтобы просто прохожие могли налить все водички и попить, освежиться. Настолько жарко. И абсолютно никого не смущает, что во время пандемии пить приходится всем из одного стакана. Но, говорят, главный секрет – это их костюм из натуральных тканей – шальвар камис. Шальвары – это брюки. И, кстати, именно от этого слова произошло слово шаровары. А камис – это свободная рубаха. Почему вы это носите? На улице жарко. В этом костюме комфортно. Он свободный и из натуральных тканей. А в этой одежде мне легче будет переносить жару? Конечно, но тебе придется ходить в длинном. Посмотри на мою спину. Я умираю. Тут, кстати, отличная цена. 790 – это примерно 6 долларов. Может, чуть меньше будет даже. И подойдет как раз по штанишке. Правильно? Правильно? Ну что ж сказать. Не сильно это им помогло, по-моему. Зато слился с местными. Как я с вами слился, а? Меня уже встречают. Класс! Вторая часть моей экспедиции в поисках горных землян продолжается на мощном джипе с опытным гидом. Он знает горе Каракарума как свои пять пальцев. Дорога к горцам – это не легкая прогулка. Это экстремальный путь и очень рискованная затея. Все из-за пакистанских горных дорог. Они извилистые, разбитые и такие узкие, что две машины еле-еле могут разминуться. Пакистанские горные трассы называют дорогами смерти. Каждый год они уносят жизни буквально целыми автобусами. В этих местах самому садится за руль самоубийство. Поэтому обязательно нужно брать водителя. О, местные ездят очень быстро. Им это нравится. Если туристы проезжают серпантин за два с половиной часа, то горцы за полтора. Это опасно? Это не опасно, если ты опытный. Без опыта лучше по этим дорогам вообще не ездить. В Лахоре, чтобы познакомиться с местными, не нужно ходить выискивать чего-то. Они даже работают на улице. Вот, пожалуйста, обувь делает и чистит. Пакистанцы – еще те предприниматели. Чтобы не умереть с голоду, эти земляне крутятся как могут. Так что если вы хотели открыть свой бизнес, но жалуетесь, что у вас нет стартового капитала, можно подсмотреть у пакистанцев идеи для бизнеса. Идея первая. Продажа воробьев. Пакистанцы ловят их сетями и сажают в клетки. А потом предлагают прохожим выпустить их на волю. За каждого берут по 50 центов. Тут верят, что с человека, освободившего птичку, снимаются все сглазые проклятия. Ловить воробьев в Пакистане запрещено. Поэтому неудивительно, что эта бизнесвумен отказалась со мной общаться. Поэтому переходим к следующей бизнес-идее. Барбершоп под забором. Этим парикмахерам не нужен салон. Достаточно тротуара и тенька. За 20 центов они вас подстригут. А если доплатить еще 10 центов, то и бороду подровняют. Сколько людей стрижете за день? По-разному. 20, 30, 50 человек. 50 человек? Сколько денег зарабатываешь за месяц? 25-26 тысяч в месяц. Это хорошая работа? Да, это мой бизнес. Я сам себе хозяин. Мне нравится. Ну и напоследок бизнес-идея, от которой мурашки по коже. Уличный стоматолог. И только что зафиксировал ему искусственную десну, в которую вставил искусственный зуб. И потом эта вся супер-мега прочная конструкция выпала на пол. Он промыл ее водичкой и вставил обратно. И все! Голливудская улыбка готова! Почему вы работаете на улице? В Пакистане люди бедные, у них нет денег ходить в клинику. А у меня можно чинить зубы дешево. Сколько стоит починить один зуб? 200-300 рупий за зуб. Это все инструменты? Вы их обрабатываете? Водичка и спирт. Можно на зубы посмотреть, которые вы ставите? Тут даже жевательные зубы есть, которые вставляют. Пожалуйста. В которые потом человек будет жевать. Получается дать до первой курочки с рисом, наверное. Как долго эти зубы держатся? Два года. Вы даете гарантии? Да. За полтора бакса с гарантией на два года. Вот это стоматология, вот это цены. Это для меня как раз. Не в этот раз, конечно. Не то, чтобы мне не хватало впечатлений от Пакистана, но я решил, что нужно их приперчить чуть-чуть. Чем? Правильно. Пакилендом. Пакистанским парком развлечений. Пожалуйста, пойдем смотреть. Хлопцы, за мной. Let's go. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда видишь, на чем катаются малые, внутри все холодеет. Этим аттракционам уже лет по тысяче. Как будто пакистанцы подобрали их на руинах какой-то цивилизации и чудом завели. Все уже проржавело насквозь. Кругом лужи машинного масла. Все в грязи, мухах. Но народ тут вообще без печали. Все веселятся и развлекаются, так что можно только позавидовать. Как в любом парке развлечений, здесь есть свой фудкорт, свой коктейль-бар и даже живой уголок с пляшивым мангустом. Пожалуйста, все признаки парка аттракционов на месте. Это, конечно, дикий ужас. И страховка мне такого не покроет. Но долг ведущего обязывает меня рискнуть здоровьем и проверить, на чем катаются пакистанские дети. Дамы и господа, тест-драйв пакистанской карусели. Поехали. Фантастик, давай. Больше всего меня смущает этот мотор посередине, который выглядит очень небезопасно. Чудеса пакистанской инженерии. Вот что это. Вашему вниманию подоставляется главный аттракцион этого парка – тест-драйв. Пойдем. Мистер! Что происходит? Где я? Это что такое? Ты слышишь звук? Да! У меня все тело гудит после этого. Все, просто ноги и попа. Вот представьте себе, что на обычную карусель люди ходят развлекаться. А сюда – как наказание. То есть сделать что-то плохое – пожалуйста, пару кружочков будьте добры прокатиться. Значит так, подводим итоги данного досуга. За инфраструктуру – ну явно минус один. За экстрим – твердая десятка, но только потому, что ты боишься, что здесь все развалится. В общем атмосфера хайфовая, всем советую. Единственное, что поймать этот парк очень тяжело, потому что он переезжает каждые два дня. Не удивляйтесь, это правда. Там дети купаются на речке. К детям горных пакистанцев адский лунопарк не приедет. Их главный аттракцион – это горная речка. Первые земляне! Водичка холодная? Нет. Зачем вы там плаваете, если вода холодная? Нам нравится. Как тебя зовут? Сахарали. А тебя? Зирали. Сколько тебе лет? Шестнадцать. Тринадцать. Ты выглядишь младше. Где вы живете здесь? Вон там. На горе? Что вы делаете здесь? Мой папа родился и вырос здесь. А мы живем там, где наша семья. Чем вы обычно занимаетесь? На выходных мы отдыхаем с друзьями, гуляем. У вас нет интернета, телефона, ничего такого? Есть. Но интернет только мобильный. Долго не посидишь. Поэтому гуляем на улице. Почти с пеленок пакистанские дети помогают родителям по хозяйству. Детских садов тут нет, а школа одна на десятки километров вокруг. Поэтому большинство землян здесь не умеет читать и писать. Любите Пакистан? Вот местное собрание. Там просто целое поле людей. Интересно посмотреть на местную драку. Погнали! Все эти люди пришли сюда посмотреть на свою любимую игру. Но не на крикет или футбол, а на пакистанские бои пощечинами – каббади. Погнали! Поехали! Елки-палки! Алло! Чтобы зрители освободили место для боя, их разгоняют землей. Просто куча земли бросает вот так вот. Вон, вон, вон. Да-да-да, сэр, простите. А если и это не помогает, толпу разгоняют лошадями и даже палками. Это что такое? Конь бежит, чувак, землей бросает, и мужики с палками, и тут просто всех выстраивают в линии. Давайте посмотрим, ради кого весит ажиотаж. Это бойцы Каббади. Пакистанские супергерои. По сравнению с худенькими и щупленькими местными, эти выглядят как настоящие шварценеггеры. Пойдем отсюда, то есть начнут. Пакистанский Каббади — это никому не известный, кроме пакистанцев, вид спорта. Это когда здоровенные мужики отвешивают друг другу пощечины. Ёперес, это как же это больно звучит. Эти хлопки просто на весь стадион раздаются. Они по голове, по ушам, по телу. Сначала кажется, что эти здоровяки бездумно дают друг другу лещей. Но и у этой игры есть свои правила. На поле два игрока. Один из них — ловец, а второй — бегун. Задача бегуна — пересечь линию в центре поля, а ловец должен ему помешать. Если бегун пересек линию, он победил. Ловец побеждает тогда, когда бегун сдается или теряет сознание. Они уже все грязные, они уже обмазаны. Они уже не земляка, как глина просто на теле и на всем. Землей бойцы мажутся, чтобы их кожа не скользила и удары были четкими и более болезненными. У него вот у того парня красные такие следы от ляпасов жестких. По уху кабадисты получают не зря. Когда игра заканчивается, победитель при толпе народа получает свою награду. Пацаны просто таким образом зарабатывают бабки. Только что один выиграл, к ним подошлись ребята в белых одеяниях и по 500 рупий местных ему отдали каждый. Я не знаю, сколько там было, но сразу деньги уплачивали. Быстрые выплаты! Мы поднялись на самой вершине и это прям ощущается, потому что голова болит, уши закладывают. Очень такое непонятное состояние. Зато я вижу тут местных землян, пастухов. К вечеру мы добрались к своей цели – самому высокому поселению в окрестности на высоту 4114 метров. Привет! Что это за место? Лото Диасай. Люди живут здесь? Здесь мы пасем коров и кос, а еще помогаем туристам. А можем посмотреть, как вы живете? Пожалуйста. Как будто мы перенестились в каменный век, правда. Мы находимся, будто такое ощущение внутри печки какой-то. Вот кухня. А это место для сна. Где вы берете продукты? Мы же в горах. Мы привозим все, что необходимо из города. А вода откуда? Из водопровода. В двух километрах отсюда деревня. У них даже здесь есть водопровод. Но чем вы готовите? 200 лет наши предки готовили еду на масляных печах. Но сейчас у нас газовые баллоны. Мы очень высоко, что насчет интернета? В десяти минутах отсюда есть вышка, поэтому сюда доходит сигнал для мобильной сети. Даже здесь на такой высоте, в такой далекости есть интернет и ловит связь. Это, конечно, очень неожиданно. Я пролетела тысячу километров, чтобы застать здесь необычных землян с какими-то необычными обрядами. А оказывается, цивилизация забралась и сюда. На высоте 4 километра над уровнем моря люди живут такие же, как мы. Расскажите, почему люди живут так высоко в горах? Горы дают нам пастбище для коров и коз, и мы можем зарабатывать деньги на молоке и мясе. В городе у нас нет такой возможности. А еще здесь чистая родниковая вода, натуральное мясо, овощи и фрукты без ГМО. В городе такого нет. К тому же в горах мы ощущаем связь с нашими предками и нам всегда хочется сюда возвращаться. Честно говоря, я так устал за весь день от того внимания, от скопления народа, что мне просто хочется уединения самому побыть. К счастью, в Лахоре я могу позволить себе даже отель. Отдыхать от дружелюбных землян я буду в отеле «Хаджвери Вью Хотел» в скромном двухместном номере за 12 долларов. Ну да, номер стоит 12 долларов и выглядит на 12 долларов. Есть вентилятор и кондей. Это, между прочим, самое главное для меня сегодня. Это ванная комната. Вместо душа – ведро и ковшик. Вместо туалетной бумаги – кувшин для подмывания. Что сказать, отель с условиями. Кого еще ко мне принесло? О, хелло мистер мэй фэн, thank you very much. Thank you. Thank you. Мистер? Нет, нет, нет. А, вода для меня? Сэр? Шампунь. Шампунь. Здравствуйте, ребята. У вас есть еще что-то для меня? Сэр, я сделаю селфи с вами? Давай селфи, я потом посплю. Давай. Давай, давай. До свидания, спокойной ночи, дорогие земляне. Ребята, сори, я все покажу завтра. Всем спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, боже, какой вид. Если собираешься в экспедицию посмотреть на горных пакистанцев, нужно быть готовым к тому, что лакшери отелей здесь не найдешь. Лучший ночлег – вот такая палатка с условиями. Тут спалось прекрасно. Да, немножко жарковато, зато палата одна на меня чистенько и просто прелесть. Сон сладкий был. Сейчас 6 утра. И утро в Лахоре начинается не с кофе, а с молочной валаси. Правда, придется немножко подождать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько стаканов продаете за день? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мистер Плейс, а что у меня такой супер стакан элитный? Насколько оно должно быть вкусным, чтобы здесь для него чисто борьба была, товарищи. Я пойду в огромное местечко, ребятки. Он как кефир с сахаром. Вот похожий вкус, только без кислинки. Я так не люблю, когда попадаются всякие комочки. Это не очень приятно. Чтобы ради нее в 6 утра просыпаться и сюда идти. Вот это я понимаю, когда по фэмили пошел, это еще нормально. На рынок с утра сходить за молочкой. А вот это ради одного стакана вставать с утра – очень странное явление. Спасибо за гостеприимство, пакистанские горцы. Это было незабываемо, но мне пора лететь обратно. Я снова в Лахоре и здесь 14 августа – День независимости. А это значит, что будет шумно и очень много людей. День независимости – главный праздник для пакистанцев. Сегодня весь Лахор будет стоять на ушах. Будут парады, салюты и безудержное веселье. В общем, такое пропустить нельзя. Главное событие Дня Независимости состоится на границе Пакистана и Индии. Там будет проходить пограничная церемония – одно из самых удивительных представлений, которые только делают земляне. От Лахора до границы с Индией всего 30 километров. Через час до Тук-Тук-Эн. Вы даже не представляете, где я. Я нахожусь в 10 метрах от границы с Индией. И сейчас здесь будет происходить уникальнейшая церемония, единственная в мире. Штарль! Штарль! Какой он смешной. Это очень агрессивное начало церемонии, когда все с неимоверной скоростью идут резкие движения, потом раскидывают руки. Раз в день на закате на границе между двумя непримиримыми врагами Пакистаном и Индией происходит невероятное шоу. Пакистанские рейнджеры и индийские пограничники исполняют какой-то нелепый и одновременно завораживающий танец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цель танца – показать свою решительность и запугать соседей по ту сторону границы. Пакистанский рейнджер показывает, как разорвет врага на части. Как вырвет сердце из его груди. И что враги не будут знать пощады. Толпа в экстазе. Индийцы кричат «Слава Индии!», а пакистанцы «Слава Пакистану!». Пакистан! Смешной парнишка сзади такой. Заводит толпу. Местный Томадар на границе. Да. О! Политку открыли. Ворота открыли. Пожали руки, развернулись и уходят. Это даже знак дружбы получился такой. Вот самое главное – ритуал опускания флагов. Они скрестили веревки флагов и теперь будут их опускать, чтобы они скрестились, когда их опускают. Круто. Раз в жизни такое увидеть вообще. Невероятно. Кто мог подумать, что между двумя странами может быть какой-то такой общий парад, когда они открывают границы и что-то делают вместе. Общаться с ним нельзя, но можно фоткаться, поэтому я вот фоткаюсь. Вечером Лахор похож на растревоженный муравейник. Тысячи и тысячи, миллионы пакистанцев собираются в центре города, чтобы вместе отпраздновать День независимости. Перед гуляниями все как один заходят подкрепиться на улицу еды. А тут уже все готово, чтобы прокормить голодную араву. Как же все аппетитно? Если кастрюля, то на 100 литров. Если сковородка, то двухметровая. Если варят подливку, то озеро. Если жарят цыплят, то целый курятник. Вся еда пакистанцев выглядит так, как будто кто-то ее уже переживал. Ну а что, вы их зубы видели? Какие-то кашки, пюрешки, подливки, какие-то супчики. В общем, рискнем желудком и страховкой. Начнем с первого блюда пакистанцев – горячий супец там. Оно острое. И спайси, мистер май френд. В общем, это просто мясной бульон. Вот из этого мяса, которое там лежит. Это козьи ноги. Вместе с копытами. А вот ужин обычного пакистанца – гурдакапура – жареные внутренности с овощами. Бараньи яйца. Он в фарш их смешивает вот этими двумя саперными лопатками. Мешает какими-то овощами, как я понимаю. И выходит вот такая красотища. Это ужасно, ну честно, это выглядит отвратительно. Богатым пакистанцам тоже готовят внутренности, только в дорогих ресторанах. В моем случае это яички козла, козьи бошки и козьи мозги. Я думала, сейчас будет вкусно. Мозги – это такое, я знаю их на вкус, на запах, везде эти мозги. Но вот яйца, яйца, вот такие я первый раз пробую. Ой, Кирилл, хорошо, что ты это не делаешь. Я не знаю, как бы ты к этому относишься. Но мне уже не привыкать. По вкусу оно напоминает обычный гаражный парк. И трудно понять с чем. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да? Давай. Что я могу сказать об этом месте? Здесь, это место полностью характеризует пакистанцев. Во-первых, здесь все кипит, вся еда шкварится, жарится, и она вся hot и spicy. Горячая и острая. Невозможно есть. Сегодня в Пакистане день независимости. На улице очень много народу. Поэтому для вас я нашла особенное место, где спрячу бутылку со 100 долларами. На счастье и на удачу вам. Ищите ее в Лахори в ресторане Хавели. Она ждет вас в цветочном горшке. Пакистанцы очень необычно празднуют День независимости. В городе не происходит никаких ярмарок и концертов, как у нас. Но этих землян и не нужно развлекать. Они сами доводят себя до экстаза. Движутся по центральным улицам. Орут. И оглушительно дудят в дудке. И все это без единой капли алкоголя. Просто дурдом. Это просто какое-то сумасшествие происходит здесь. Все пипикают. Везде шум. Машины, мотоциклы. Я не знаю. Это похоже больше на какой-то карнавал, чем на День независимости. Люди просто здесь сумасшедшие. Тут происходит один непонятный трэш. Такое ощущение, будто все просто в трансе. Как они празднуют? Что за празднование? Все просто шумят, кричат, орут, фоткают меня и дудят в дудке. Это все. Это все. Банду нашел себе. Разум нас богато. Нас неподолаты. До свидания, Гайс. До свидания. Дайте *** от меня. Залите от меня. Голос, голос. Пакистанцы – это земляне, которые, кажется, не слышали о личном пространстве. Если ты белый турист, здесь ты никогда не будешь одинок. Ты красивый? Очень красивый. Всегда кто-то будет наступать на пятки, дышать в спину и заглядывать в рот. Ого! Единственный способ скрыться от внимания пакистанцев – улететь в горы. Но там очень скоро начинаешь скучать за этими странными и, наверное, самыми любопытными землянами на планете. Пакистан! Чудеса пакистанской инженерии. Это вам не шутки. Быстрые выплаты. Яйца. Вот такие я первый раз пробую. Вандерфул. Вандерфул. Боже, какой вид. Вот это стоматология, вот это цены. Все пипитывают, везде шум. Все, окей. Гуднайт. До свидания, спокойной ночи, дорогие земляне. Спокойное место. Более-менее тихо. Пусть так и будет. Все нормально? Ты спокойно, прости. Ты мог нормально подходить ко мне? Не мог в такой ситуации. Надеюсь, у тебя все было спокойней. Хуча у меня. Да, честно, я поднялась в горы. Там настолько красиво, спокойно было. Я еле-еле нашла этих землян. Знаешь, что я тебе скажу? Эти земляне невероятно любопытные. Вне зависимости от того, богатый ты или бедный. От уровня жизни вообще не зависит. Просто интересующиеся всем люди. Знаешь, что скажу? Да. Надеюсь, что следующие земляне будут такими же любопытными. И мы свое любопытство не потеряем. Да. Увидимся у них. Пока. Пока. Полетели. Столько рассказов всего, но пока нужно укрыться где-нибудь в укромном местечке. И в тихом. Ой, лопай, палки, палки, палки.